Здравствуйте! Сегодня будет видео о перевалке клубневой бегонии. Такой был запрос под одним из прошлых видео. Перевалка бегонии ничем не отличается от перевалки любых других растений, о которых мы уже снимали несколько видео. И давайте я вам сейчас сразу расскажу, как найти информацию, чтобы не спрашивать меня под видео, есть ли у вас, допустим, видео на такую-то тему. В строке поиска ютуба пишите название нашего канала Яникеев. Пробел. Далее пишите слово, ну, собственно, что вы хотите, что вас интересует. Вот, например, перевалка. Яникеев, пробел, перевалка. Все, нажимаете Enter. И буквально несколько секунд, и вся информация перед вами. Но поскольку мне все равно бегонию переваливать нужно, я сейчас это сделаю перед вами, и вы посмотрите, как это у меня происходит. Так, у меня субстрат, приготовленный на основе верхового торфа и мха. лесного. Собственно, наша бегония, секундочку. Наша бегония, которую мы будем переваливать, и горшок, в который мы будем ее переваливать. Первым делом я обязательно делаю следующее. Следующее. Я подписываю название сорта, чтобы у меня не было никакой путаницы. Дренаж, как вы уже знаете, если смотрите наш канал постоянно, дренаж мы не используем. Это необязательное условие выращивания. Сейчас я вам покажу, как выглядит корневая, когда пора переваливать растение. Не важно, бегония, это стриптокарпус, фиалка или что-то еще. Вот, смотрите. Корневая хорошо развита. Вообще, переваливать лучше на сухую, то есть перед поливом. Но сегодня я не собиралась снимать видео, и поэтому все полила. А потом я собралась снимать видео. Поэтому у меня субстрат влажный. Это видно, что темненький. Вот, примеряем. Так, у меня тут зацепилось. Примеряем наше растение по высоте. У меня тут будет небольшая проблемка. Тут, видите, как листики, они низко расположены. Как-то мне надо будет это все учесть при посадке. Так, смотрите. Горшок, ну, слегка великоват. Можно бы взять и поменьше. У меня просто нет поменьше на данном мягкошочках. Но для бегонии, для весны отлично подойдет и такой размер. Потому что бегонии весной очень-очень быстро растут. И пройдет совсем немножко времени, и корни освоят новый объем запросто. Субстрат перед посадкой я увлажнила. Мне удобнее работать, когда субстрат влажный. Так как-то и руки чище, и после перевалки мне не нужно поливать. Так, размещаем растение по центру. Никаких премудростей, расчетов для этого не нужно. Это видно по центру или не по центру, да. И просто присыпаем субстрат без утрамбовки по всему периметру горшочка. Ну, раньше существовал такой миф, что следующий горшок должен быть в диаметре больше предыдущего всего на 1 см. Ну, если вы пробовали перевалить растение из горшка в горшок на 1 см больше, то, наверное, уже знаете, что сделать это невозможно. Приходится подбирать часть субстрата, нарушать корневой ком. То есть, никак 1 см нам не позволит нормально сделать перевалку. Итого, следующий диаметр горшочка должен быть больше предыдущего сантиметра, хотя бы на 3 см. И тогда уже как-то можно с этим работать. После перевалки первое время можно не удобрять, да даже и не нужно удобрять, потому что мы добавили растению свежего субстрата. Это значит, что у него появилось новое питание. И пока что ему этого питания хватает. Ну, допустим, хватает бегонии быстрорастущей весной этого питания недельки на 2. Дальше уже можно начинать удобрение. Если растение не так быстро растет, ну, допустим, это не бегония, а фиалка, то удобрять не нужно месяц, то может быть даже и больше. То есть, все зависит от потребностей конкретного растения. Как я уже сказала, мы не утрамбовываем, но следим, чтобы не было больших пустот, потому что если такие пустоты большие будут, то тут у нас может немножечко при последующем поливе растение завалиться на бок. Поэтому равномерно заполняем по периметру субстратом, чтобы растение было расположено ровненько. Поправляем, если это нужно. Вот, моя работа окончена. Мы перевалили растение. Как вы видите, оно уже находится в стадии бутонизации. Вот бутончик. Бутончики мы не снимаем, мы не нарушали ком. То есть, мы не принесли растению никакого стресса, поэтому в удалении бутонов нет никакой необходимости. Пусть себе развивается и вскоре цветет. Вот сейчас я вам показывала корневую систему, которая здоровая, хорошо развита. И здесь я хочу сказать, что когда мы сажаем растение в субстрат, то за 2-3 месяца субстрат должен быть уже хорошо освоен корнями этого растения. И если прошло 3 месяца, и ваше растение что-то как-то вяло развивается, вам не нравится, вы вынимаете его из субстрата, посмотреть как там корни, и не видите вот такой корневой системы, которую я показывала сейчас, то это значит, что этот субстрат просто непригоден. Он не понравился растению. И в этом случае пересадка обязательно. Но не перевалка, поскольку там все равно этого кома сформированного нет. А именно пересадка с полной заменой субстрата. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. А если у вас будут еще вопросы, еще какие-то запросы о видео, которые вы хотели бы, чтобы мы сняли, вы, пожалуйста, пишите это в комментариях. Мы будем отвечать на вопросы и будем снимать видео, которые вы хотели бы посмотреть.